Реконструкция электрических сетей приступили в Казлардинской области. В этом году в регионе обновят 418 километров изношенных линий и 73 устаревших подстанции. При этом большая часть работ придется в сельской местности. К примеру, в Жалагашском районе на сегодняшний день 45 процентов оборудования и электролинии полностью изношены. В прошлом году системы обновили в двух селах. В этом году предстоит провести работы еще в трех. На эти цели из республиканского бюджета выделено 922 миллиона тенге. Определены подрядные организации, заключены договоры, строительные работы начаты. До конца текущего года все объекты будут сданы. Модернизация сферы проводится поэтапно. Она позволит снизить уровень износа электрических сетей нашего района с 45 процентов до 32,5. ВВП растет, доходы бюджета увеличиваются, а инфляция стабильно снижается. Об этом говорил Владимир Путин в совещании по экономическим вопросам. Президент также напомнил о реализации новых нацпроектов. Их утвердят до конца года. Среди них будет и программа развития регионов. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности. Здесь важно все. Состояние так называемой инфраструктуры детства, то есть детские сады, школы, кружки, секции, лагеря отдыха, развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив и так далее. В предстоящие шесть лет по этим и другим направлениям предстоит очень много сделать. Государственная ипотечная компания намерена получить 79 миллионов долларов от Исламского банка развития. Об этом на заседании фракции Шимин сообщил заместитель председателя правления ГИК. По его словам, государственная ипотечная компания в настоящее время требуется финансирование в размере 71 миллиарда сомов. Из республиканского бюджета в этом году ожидается выделение 5 миллиардов сомов. Еще 100 миллионов долларов предоставит Саудовский фонд развития. Соглашение уже прошло процедуру ратификации. Французы первыми в мире объявили войну так называемой «быстрой моде». Массовое производство некачественной дешевой одежды серьезно усугубляет экологические проблемы по всему миру. Франция на национальном уровне принимает закон, который коснется и производителей, и потребителей текстиля. Ультрабыстрая мода, экспресс-мода или даже мода на выброс – на французском языке сегодня наберется немало эпитетов для нового феномена сверхпотребления одежды. Статистические данные шокируют. Если пару десятилетий назад средний житель страны покупал за год 30 вещей, что в принципе немало, то сегодня потребительская корзина выросла до почти полусотни артиклей. Остановить эпидемию моды на выброс – призван новый закон. Он вводит ограничения на рекламу. Но также повысит стоимость дешевой, неэкологичной одежды с тем, чтобы снизить цену на товары, произведенные соблюдением всех норм. Тенденция донашивать, а не выбрасывать с государственной поддержкой, должна стать по-настоящему массовой. Верят авторы закона. С новыми правилами дорогая одежда будет чуть более доступной. А ее ремонт уже сейчас частично оплачивается специальными бонусами из бюджета. «Это остается малоизвестным, но текстильная индустрия сегодня представляет примерно 10% от всех выбросов парниковых газов. И к 2050-му может достичь 26%, если сегодняшняя тенденция потребления продолжится. Кроме того, полиэстер – это самый производимый материал, требует ежегодно 70 миллионов баррелей нефти, в то время как хлопок – первая растительная альтернатива синтетическим волокнам – является главным потребителем пестицидов в мире. И даже покраска тканей проводится с использованием токсичных веществ, которые попадают в водную среду». В Чехии планируют отказаться от углеродной энергетической зависимости и развивают в стране атомную энергетику. Иранское правительство взяло курс на развитие ядерной программы, несмотря на опасения МАГАТЭ. А Северная Корея впервые в истории отработала ядерный контрудар. Прага взяла курс на развитие ядерной энергетики. Власти следуют плану по отказу от углеродной энергетической зависимости и ускорению перехода к зеленой энергии. Он рассчитан на 25 лет. Умеренно консервативное чешское правительство намерено сделать крупнейшее за последние 35 лет инвестиции. Власти пообещали выделить 6 миллиардов евро на строительство четырех новых ядерных реакторов. Редактор субтитров А.Семкин